И потом, когда человек занят, то и как что-то хорошее делает, то он и тогда и болеть некогда. Человек себя чувствует при этом хорошо. Обычно, когда накапливается очень много дел, заболеваешь, и все стоит мертвым грузом, мне кажется. А у меня не много дел, у меня одно дело. Я просто неправильно тогда выразился, что дел очень много, а на самом деле дело только одно. Ну, моя работа. А как жаль, а семья там, например, дача, дом, животные? Семья сейчас в Харькове, дачи у меня нет, но есть частный дом, который достался мне от бабушки. Но там была крыша, градом очень сильно побита. Ну, градом таким, не который. Я поняла. Градом-градом. Но сейчас починили оцинкованным железом, закрыли крышу, так что там дом не пропадет, по крайней мере. Не знаю, я просто живу в частном доме, здесь постоянно что-то нужно делать, постоянно. Я знаю, но я сейчас там не живу, а я просто живу на работе. Вы военный? Да. А, то есть вы сейчас там на службе, да? На службе в Донецкой области. Угу. То есть вы за Донецк? Ну, да. Ну, я не только за Донецк, я за все города, конечно, наши, да. И я и за Луганск, и за Харьков, и за Киев, и за Львов, за все города я. За Полтаву, Одессу, Кропивницкий. Все, все. Ну, получается, теперь Россия? Что теперь Россия? Ну, к России теперь присоединились четыре новых области. Там Луганск, Донецк. Они присоединились. А Россия объявила, что это ее области. Сами они не могли присоединиться. Более того, так сказать, в этих областях было сильно отторжение от того, чтобы присоединиться. А вы не видели в Херсоне, какие были выступления против российской армии? Ой, они, эти выступления были с самых десятых годов. Я это... Нет, самых десятых не было. А вот в 22-м году, в мае месяце, в первых числах мая, как раз два года назад, когда российская армия захватила Херсон, как раз были выступления. Да не захватывал уже никто. А, российская армия не захватывала Херсон, я забыл. Слово, не то. Не то слово. Просто танками, техникой, войсками зашли, а также, конечно, не захватывали. О том, что были только мирные люди? Там не было ни танков, ни оружия, ни военных. Ну, очень мало. Именно поэтому Россия и смогла... А какая разница? Мало или не... То есть, получается, захватили Херсон? А если бы много было, то как в Харькове не получилось бы. Как в Киеве, как в Чернигове, как в Сумах. Насколько я знаю, до Киева наши еще не доходили, поэтому тоже слово не то, что не получилось. Бои за аэродром Гастомель – это пригород Киева. Вы ошибаетесь. Аэродром – это стратегически важное... А, это стратегически важно. А Киев – это не стратегически важно. Для нас нет. Для вас нет. Я понял, я понял. Нам вообще, в принципе, нам как россиянам, то есть, конечно же, у нас были разговоры об этом, что нужно. У нас вообще пол России сказали, зачем нам это надо. Новые области, разрушенные города. Да, сейчас их там восстанавливать, расселять людей, платить им выплаты. То есть, как бы у нас все это объяснялось только тем, что кто захочет, тот с нами будет, останется. Потому что и так очень много беженцев у нас по всем городам России расселили. Тоже была определенная, конечно, волна недовольства по поводу того, что, типа, своим ничего, а беженцам вечно все. Ну, понимаете, да, там и квоты на обучение, как бы, приходилось отдавать. Люди, конечно, было возмущение, я не спорю. Но как-то потихонечку, потихонечку, как-то, ну чё ж, люди сами к нам приехали. Они же не куда-то там побежали именно к нам, надо помочь. Вот, и по поводу областей, те же самые, там, Донецкая, Луганская, не знаю, оттуда у меня много знакомств. Херсонская и Запорожская области. Херсонская и Запорожская области. Нет, Херсонская и Запорожская, никого не знаю, да. Как бы, вообще, по идее, на эти области чисто, я не знаю, честно, вообще стараюсь про это не смотреть, не вести никакую, нету. Ну, такие вот, знаете, профессиональные разговоры, потому что поначалу, да, когда всё это началось, именно столкновение наших военных и украинских, конечно, было очень страшно, за всех было страшно. И мы прямо следили сутками, следили прямо за этим, что, может быть, как-то там договорятся, заморозят. Ну, не знаю, хоть что-нибудь, потому что это никому было не нужно абсолютно. Ну, и вот не получилось, и потом я поняла, что... То есть, подождите, это было никому не нужно, но вы напали, правильно? Кто мы? Ну, Российская Федерация, ваши солдаты. Вы сейчас такую риторику используете, как будто вы лично меня в чём-то обвиняете. Ну, вы же совершеннолетний человек. Да. Ну, вот, конечно. Ну, кто мы-то? Кто мы? Ну, россияне. Российская Федерация, ваша страна. Россияне, мы всеми собрались. Мы всеми собрались и ни с того, ни с сего перешли границу, напали, как татаро-монголы, да, в своё время. Да хуже. Разграбили, поубивали, изнасил... Хуже? Хуже. Вы мне показались сначала таким адекватным человеком. Я просто свидетель этому. Нападение вашей страны. А, я не свидетель, да? Ну да. А у нас сейчас то, что в Белгороде творится, мы не свидетели. А как люди-беженцы к нам приезжают и такие страсти рассказывают, которые нам даже в новостях говорят. У меня свидетели именно, которые вот приезжают оттуда, от вас. Да, потому что ваша страна развязала эту безумную убийственную войну. И поэтому получились люди, которые приезжают к вам. А в каком году развязала? Вы знаете, я уже запутался, даже не знаю. Ну, неправда, неправда. Вы просто знаете, что я сейчас скажу. Я знаю, когда ваша страна открыто напала, и когда она напала и говорила, это не мы, а нас там нет. А форму можно купить в любом супермаркете. А оружие выкопали в шахтах. А это не российские войска, это силы самообороны. Просто в российской военной форме любой военторг продается в российской военной форме. Хорошо, а что вы скажете про фейки Украины? Это плохо. Это плохо на самом деле. А потом оказывается, что эта ракета вообще была в Сирии. И дети эти не украинские. И этому видео уже лет 7, например. Про эти фейки вы что можете сказать? Я подтверждаю, потому что я сам видел, как ваша страна, как ваши вооруженные силы, окраины Харькова уничтожали градами, смерчами, ураганами. Мои дети спасались в подвале, когда ваша страна обстреливала северные окраины города Харькова градами, неизбирательным оружием по жилым кварталам. Когда ваши самолеты летали, неуправляемые бомбы кидали просто на кварталы, на дома мирных жителей. В городе Харьков для этого свидетельствуют. Давайте уточним. Вы сказали, какой-то там северный район обстреливали градами. Не только. Очень многие районы города Харькова были. Хорошо, хорошо. Вы хотите сказать, что обстреливали специальные мирные районы? Или туда, откуда уже к нам прилетало? Просто ответочку кидали. А вы в курсе, что только украинские войска становятся в мирных зданиях, в детских садах, рядом со школами, с жилыми зданиями? Занимают позиции именно в чужих квартирах, чтобы туда прилетало. В жилые массивы. Неизбирательным оружием по спальным районам, градами. У нас нет неизбирательных. А, у вас нет, град же избирательный, я знал. Ваши же военные, они же не ставят... Там не может быть погрешность в 50 километров. Может быть погрешность в 50 километров, да. Площади, по площадям работает система град. Вам так кажется. Я понял. Не, по площадям работает система град. По каким площадям? По площадям. Ну, то есть накрывает площадь определенную. Это не избирательное оружие. Еще раз говорю. Это просто так? Там, где улица, там, где дом... Подождите, можно вопрос? Да, подождите, дайте я договорю. Там, где мои дети прятались в этом подвале, когда-то прятался мой отец и моя бабушка от немецких обстрелов. И они тоже, немцы, рассказывали, что эти самые дисциплинированные немецкие солдаты не наносят вреда мирному населению. Это все по красноармейцам. Там рядом с этим домом не было ни военных частей, ни военных. Вы ассоциируете сейчас русскую армию с фашистами? Да, да, конечно, даже хуже. Я так детям объясняю. Отлично, что вы это сказали. Отлично. А теперь скажите, пожалуйста, свастика, все вот эти фашистской Германии, символика, вот этот зигхай, вот это все вообще, все, что связано с фашистской Германией. Скажите, пожалуйста, у нас в России разрешена? Конечно же, разрешено. Вот эти буквы Z и V, которые использовал вермахт, вы использовали, конечно же, на той технике. И она воспринималась нами как техника хуже, чем у фашистов. У вас в Украине ходят со свастикой прямо вот здесь вот на плече, бьют татуировки, и мы это видели, мы все это знаем. У нас за такое в тюрьму сажают. Я знаю, потому что даже пленные ваши со свастикой попадали в плен. В стране есть видео. В жизни не поверите, что у вас Мельчаков, фашист Мельчаков, ДШРГ Русич, ДШРГ Русич, так это потому что вам его не показывают по телевизору. Если кто-то не успел, что его просто не успели посадить у нас, я понял, не успели посадить, да. У вас это нормально. Нормально. Вы, может быть, все-таки задумаетесь, что где-то у вас в стране фашистская Германия спустя 30 лет проросла каким-то чудным образом. Вы можете привести пример, преследование. Вы почему-то много про стрелы, про прелюты говорите. Вы же не можете, потому что вы хуже немцев. У вас 9 мая отмечают? Потому что хуже немцев. У вас 9 мая отмечают? Вы вот сейчас про немцев сказали. Вы не отмечаете 9 мая, вы обливаете ветеранов зеленкой. Хотя воевали мы все вместе против Германии. Вы отказались от этого праздника. Почему? У меня только один ответ. Вы просто вместе с ними. С теми фашистами, которые сейчас проросли. Вы не найдете преследование людей по национальному признаку. А в Харькове в 21 году те люди, которые хотели отметить 9 мая, если они не использовали запрещенную символику, провоцируя правоохранителей, то они спокойно могли это сделать. Российский флаг воспринимался как флаг агрессорово-окупанцев. У вас почему-то на 9 мая запрещенная символика оказалась в российский флаг. Российский флаг, советский флаг также точно запрещен, как и фашистский. А советский флаг, почему запрещенная символика Украины что ли воевала? Потому что Советский Союз уничтожил чрезвычайно большое количество людей. Вот именно. Если что-то и запрещать, то все флаги, кроме Советского Союза. А вы запретили вообще сам Советский Союз, который как раз и победил Германию. Не надо тянуть одеяло на себя, а то вы там уже и Черное море выкопали, и историю написали, и Иисуса Христа возродили. Обалделись ты совсем. Честное слово, мужчина, у вас, я не знаю, вы вроде взрослый, что у вас в голове? Нет, я просто детям объясняю. Я просто детям объясняю. Не надо, не надо, я уже поняла. Вы уже поняли. Редки, чтобы убеждать молодежь в том, что русские фашисты, русня, которую нужно резать. Вы просто сами межнациональную вражду просто простите. Я не знаю, зачем вы это делаете. У меня есть друзья украинцы, и мы друг друга любим нормально. И они к нам приезжают, и они говорят, мы живем здесь спокойно. Мы никого не трогаем, и нас никто не трогает. Но попробовала бы я приехать к вам в Украину, вы бы меня там сделали. Потому что вы даже в чат-рулетке умудряете в чем-то пытаться переубеждать. А как я вас оскорбил? Еще раз, зачем вы лжете? Вы не хотите дружить. Вот в чем ваша проблема. Мы хотим с вами дружить, а вы с нами нет. Вот в чем проблема. Вы изначально недружелюбные. Поэтому я вообще не вижу смысла разговаривать даже на тему того, что нас беспокоят последние годы. Потому что вы уже изначально не настроены на разговор. Вы настроены на то, чтобы меня в чем-то переубеждать. Меня где-то... У вас все негативное. Все негативное. Абсолютно. От разговора до взгляда и до кипков. Ну, конечно. Раз вы не даете мне возможность сказать... Хорошего вам вечера, пожалуйста. И будьте добрее. Я очень добрый человек. Насколько я поняла, вы даже сейчас семью бросили. И вот ради вот этой какой-то очень странной идеи сейчас всю жизнь туда положили. Ваша жизнь пройдет, и ничего другого не останется. А нас рассудит время. Это правда. Вы хуже фашистов.